Какое странное совпадение названий Приветствую всех, всем здравия друзья У нас сегодня 6 августа 2022 Прекрасный жаркий подмосковный день И у нас сегодня велопокатушки Да, поедем в Астафьево на пруды А именно на пруд ПХ Что это такое и где, покажу по дороге В общем-то путь не такой близкий Ну а поедем вот на этом красавцы Ну или красавицы Десна 2 Так, времени ровно 12 Снимаю сегодня на 30 кадров Так что и объем и качество должно быть побольше Ну что, в добрый путь Да, ну и пока у меня здесь коротенький перекур По велику Кто не смотрел видосы, которые были ранее Велик у меня этот год Полностью до последней гайки Все советское Как он был выпущен Именно с завода С брянского завода Фара Не родная Естественно Заказал просто подобрана под Ну в общем Под общий дизайн Да Вот, есть и родная В остальном все родное Выпуска 82-го года Велику 40 лет Номер Ну, выезжаем через 5 минут Так, стартуем Заодно посмотрим время 7 минут первого Едем на пруд ПХ Дальним путем То есть вокруг Вообще получается Десна На Десне Я все хотел сделать в видео Потому что у нас там речка Десна Не та, которая протекает в Брянске Родина этого велика Вот А, своя Будем проезжать Покажу А вообще народ Сегодня должен быть там на прудах Выходные дни Выезжая из города Сейчас вот вниз И там направо И погоним уже вдоль трассы Едем потихоньку Сейчас немного Там еще и будем сворачивать Налево И пойдем в обход Остафьева туда Левее Новостройки покажу Ну как уже Как бы не новостройки Но там вроде бы еще строят ЖК Остафьева Кстати, даже есть МЦД Теперь остановка такая Вот такая здесь развязка И эта сквозная идет через город Через эстакаду Это вот с Москвы Вот Ну а мы сейчас пойдем вот здесь Налево Через пешеходный переход И левее Левее туда дальше Вообще нам надо вон туда Придется петлю давать Всем привет И всем здравия Завтра дожди с грозами Так что день упускать этот нельзя Блин, ждал светофор Так и не дождался Не переключился он На переходе На зеленый Но там кнопочка есть Так Хитро Все вспоминаю Крым Кстати Сегодня пьем Лимонад Крым Да Подзатарился я лимонадом Аж 12 двухлитровых бутылок Купил По случаю Едем не спеша Заднее колесо бьет Перекачал что ли Сегодня У меня резина там Немного В общем Сезон откатаю Там их разбираться будем Да Ну и пользуясь случаем Передаю привет Другу Виктору С супругой С дочкой Он бывал в этих краях Мы даже были там На пикничке На этом пруду Ну и катались как-то Это мы сейчас проезжаем Не ЖК Оставь его Вон дальше Вот там даже Тройки дальше Короче Проезжать будем Не был я здесь Ну сколько Больше года Этой дорогой На велике Не катался Ну и так Давненько не был И на пруду С осени Тоже не был Где-то Примерно год А ворачиваться будем Другой дорогой Ох красавец Чертополох Какой здесь На переходе Стоит О Вообще Магическое растение Как в общем-то Наверное Как у любое Другое А поговаривают Что оно Выросает Именно На плохих Местах Или даже Туда Где била Молния О Мой зеленый Свет ЖК Остафь его Та вот Где синие Флаги Ну не знаю На той стороне Сейчас буду Поближе Покажу Хотя Видео Я снимал Вот Что там Находится И так далее Жилищный Комплекс Своя У них Тут Котельная Не буду Я на ту сторону Переезжать Пока Здесь Дорога Отличная Едем Вниз Туда И будем Сворачивать Уже Там Направо Блин А у меня В судаке У деда Наверное Инжир Уже Там На рынке Продают Хороший Так Ладно Нам Вниз Вон Туда И на том Светофоре Переедем Направо Тысячелистник Прям Бери Собирай Вдоль Дороги Блин Сколько Его Здесь Полно Тысячелистника У нас Там Поменьше Но Есть Тоже О Парень На Электрике В Ном Свете С одной Дамой Разговаривал Она Так Хвалила Эти Электро Велосипеды Вот У нее Такой Ж Говорит Хватает На 50 Километров Так Удобно Ну Я не знаю Честно говоря Я даже Ни разу Не пробовал Надо бы Как-нибудь Сподобиться Вот Такая Здесь Картина Вот Это Уже Подмосковье Тут Не поймешь Границы Москвы И Московской Области Вот Ну Это Тенау Троицкий И Новомосковский Административный Округ Москвы Вот Ну И Граница Подмосковья Подольского Района Это Вот Здесь Это Уже Силикатная Все Рядышком А Стройки Пруд Поналепили Блин Как Быстро Это Е Мое Гребем Помаленьку Была бы Такая Дорожка До Керчи Или Хотя бы Просто В ту сторону Как Бог Свят Взял бы Собрался А что Не спеша Ехай Без Нагрузок Ну Побольше Ну Чего Страшного С Палаточкой Прицепчик Даже Можно было Сделать Небольшой Вот Рюкзачок Туда Ну Нормально Потому что Мне багажник Этот Навес Там И ставить Некуда Колесики Маленькие Сейчас Вон там Перееду А то Уже Тут Дальше Неудобно Будет Специально Остановился Еду Прям Волной Такой Полыни Луговых Трав Как в детстве Прям Сейчас Все Благоухает Пижма Вот Все Все Благоухает К осени Все налилось Уже Все Цветает О Какие Вкусы Прям Полевых Цветов Вернее Ну И цветов Тоже Вот Травы Вот Завтрашнего дня Обещают Грозовые Дожди Вот Ну а там Неделька Другая И Все это Потихонечку А то и сразу Перейдет В осень Вон Стройки Я вот Это Тот раз Последний раз Когда здесь был Не было Поналепили Просто Как грибы На хороших Дрожжях Да Дрожжи Видать Хорошие Да А вот Откуда Это Сеном Пахнет Е-мое Тут Обочину Косили Я думаю Откуда Это запах Родной Такой С детства А мы На сенокосах Кстати Неплохо Зарабатывали Мы в школе Вот По 3 А то и по 5 Рублей На сенокосах Ну и Там Свекла Картошка Это уже Мы пацанами Частенько Летом И на скотину Телят Гоняли Худо Бедно А себе Я на велик Тогда заработал Именно в совхозе Был у меня Не такой Конечно У меня был Школьник Первый А второй Пионер Школьник 26 рублей Стоил Помнится Такого Бежа Белобежего Цвета А тот 35 С копейками Был у меня Единственный Такой Вообще Покупала В Серпухове Помню Такой Светло-синий Такой Даже Светло-голубой Такой С хромированными Крыльями Блин Это было что-то А и красная Резина Блин Была Классный Велик Был Прям я его Откатал Чуть Пока Взрослых Не купил А потом уже Там Мопеды Мотоциклы Вот Сюда За карасем Ну так Нормально Ну а там Слева внизу Уже Десна Вперед Рязанское Шоссе Нам сейчас Направо Вниз Там Слева Будет Поселок Первого Мая Фабрика Первого Мая Ну Поснимаем Чуть Чуть Что Получится Вообще Мы как-то С Витей Ездили Я там Все Более-менее Подробно Показал Отсюда Вот такая Картина Вот И мы Сейчас Вон Ребят Поехали И я Сейчас Вдоль Дорожки Какая Красота Рязановский Пруд Вот Это Поселение Частный Сектор Там Дачи Многие Смотрю Сюда Заезжают Даже Такси Сзади Стоит Вот У нас Река Десна На Десне На Десну Ну и Купаться Здесь Запрещено Но мы Поедем Дальше Нам Нужен Другой Пруд Хотя В общем-то И здесь Порыбачить Так Как-нибудь Приехать Было бы Неплохо Что Едем Дальше Въезд В деревню Рязаново Вот Ну а здесь Поворот На фабрику Первого Мая И здесь Вот уже Заводи Реки Десна Она Сама Там Чуть Подальше Протекает Вот Ну а нам Дальше Повыше Будем Там Поворачивать Уже Вот Еще Поворот На фабрику Сюда Там Конечно Остановка Автобуса Магазинчик И там Мостик Это уже Заводи Реки Десна Вот Кстати А что-то Есть Стою сейчас Там Возле Первого Перекрестка Сама Девка Засмотрела Короче И через Руль Они Вдвоем На Великах Были Вот Видимо Из деревни Стали Сворачивать Он И Стой Стой А На Меня Там Заглядел Что Я Там Снимаю Что Я Там Снимаю И В Канавку А там Травой Заросло Через Руль Короче Ну Так Не Сильно Там Мягенько Так Что Внимательно Надо Быть По Возможности Вот Это Все Деревня Рязанова Вот Я Сейчас Сороковые Дома Проезжаю СНТ Там Вот Было Все Рязановское Поселение Блин Горка Затяжная О Деревня Рязанова Это Улица Троицка Остановочка Впереди Церковь На Обратном Пути Поедем Я Покажу Потому Что Нам Сейчас Сворачивать Школа Здесь Большая Платор Ремонта В принципе Все Здесь И Стадион Все Здесь Все Нормально Так У Нас Поворот Налево Впереди Усадьба Остафьева Народ на пруды Прет Видимо Там есть Сегодня Суббота Так Ну что Вот он Парк Остафьева Усадьба Остафьева Там Проезжать Будем Я Еще Покажу Расскажу Ну а Прямо Дорога Там Слева Остафьевское Кладбище Большое Вот Надо Было Своих Попроведать Пока Тепло Там Тамару И Ленос Свою Царствую Небесное Ну вот И парк Остафьева Смотрю Уна Родичка То есть Отрадное Место Очень Сильное Такое Эти деревья Помнят Еще Жуковского и пушкина липы там все интересное место коротенько перекурим вот у меня вставляйте зацепился у меня в минутка там вроде в рюкзаке было сейчас подклеим а дома нормально сделаем насколько второй час то есть я ехал не спеша час то есть вокруг практически приехали сейчас наверх поднимемся и вниз там по горке чуть-чуть осталось вот так унемся погреемся вот и потихонечку будем потом уже налаживать домой поедем другую другим путем все также покажу и расскажу вот парк астафио да это заповедное место вот усадьба астафио русский пар нас кто не был будет возможность заехать и походите по этим аллеям наберитесь сил я много раз снимал наверное кто-то видел вот это с 90-х ну как бы раньше здесь все было открыто вот хочу сказать это после 90 где-то там взяли на баланс вот начали тут приводить все в порядок и слава богу вот место конечно отрадная ну ладно пять минут и едем уже до пруда все настоящие велопутешественники пьют лимонад крым и надпись потёрлась а здесь сосна кстати там есть места они даже отмечены табличками просто ходить экскурсии здесь стоял зенит 2 зенитных батареи насколько я знаю вот который охраняли аэропорт астафио в годы великой отечественной войны вот здесь какой особняк раньше это все принадлежал народу типа санаторий что-то было я это времена еще помню были блоки одно время здесь смотрю сейчас или уже ты я забыл немножко осталось а я раньше постоянно сюда ходил кстати грибы здесь и опять набирал свое время моё место было всегда вон там в уголочке и поход мы сходили так с леночкой сюда с ночевкой такие были времена вот поселок пыха вот практически можно приехали пыха это подсобное хозяйство здесь вот такие миленькие дома были наверно они сейчас есть расселяли их по реновации место вкусненько и вот прям бабуля тогда прям со слезами уезжала а кошки главное у нее вернулись из москвы и сюда приезжал их забирать квартир такие хорошие двухэтажки вот пятиэтажки смотрите в парке сосновой рощи с просто благодать господня тишине спокойствие не шума городского то есть почему потому ну здесь детский садик тут же рядышком вот он эти как все свое время было продумано все на благо народа детский садик ну и мы приехали уже там внизу пруд такой свеженький чистенький ухоженный у них даже тут тепличка своя была там игровая зона и вот пруд там и продолжил народ есть хотя вот такой пруд пыха впереди вот над прудом это все аэропорт оставь его народ есть но пока видно ну часика два три побуду погрею секунду посмотрим уж побольше вода вроде ничего чистить конечно не морская блин я кстати после моря не купался еще нигде а когда я последний раз купался а на этом но все вспомнил на мохито ё-моё как раз перед отъездом местный хлопок до осенью дело идет к картин красивой на водичка просто план то что надо дорогой здесь смотрим международный туризм время около четырех где-то погрелся покупался блин вода просто классно вот не не жаркая не теплая не холодная то что надо вот народу он у нас там на это месте на человек 15 уже наверное было двое всего чем потихонечку возвращаемся домой другой дорогой всем приветы витя будешь смотреть в общем то здесь ничего не изменилось вон ты слава богу поехали ну что вот так он труд паха сегодня 6 августа хочу сказать апреля народу видите там шашлычками уже на машинах в тенечке все по уму погода сегодня просто классно ну а я возвращаюсь домой где-нибудь около пяти наверное буду не спеша вот блять самая бестолковая работа блин пух вот этот летит он пух гоняет вот этой хренью пылесосом наоборот блять и листья гоняет уходят целыми командами ладно едем дома парк астафио не спеша красота все у них действительно помоечка отдельно машина с удавить и не ездить благодать да заканчивается лето но думаю теплые денечки тысячи конечно будут так что мы суда еще надеюсь вернемся тут и на автобусе доехать недолго можно будет по парку потом или прямо через парк пройти а потом там через забор и на пляж красота 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 спасет мир девчонки художницы ну довольно профессиональная посмотрел то парк рисуется блин как колесо меня бьет вообще вроде было ничего сейчас старинный намоленный храм храм живоначальной троицы в астафьево прихожанином которого я являюсь сейчас сеночная ой свадьба повезло нам даже сегодня суббота невеста какая красавица сейчас парк пойдут вот он парк астафьева ну обычно там фотосессию видео снимают на память да невеста красавица прям такая стройненькая ну платье невесты наверное всем к лицу да ну че остается пожелать молодым долгих лет совместной жизни детишек побольше вот чтобы воспитали их в правильном направлении вот ну доброго здоровья всяческих благ ну а мы помолившись у храма все святой живоначальной троицы едем домой по дороге покажу здесь же на озере ой там свадьба не одна вон там тоже здесь же на озере открыли лодочную станцию она кстати здесь была я еще застал немножечко только она была в другом месте вон там вот здесь ну не знаю как там на прокат покупать не знаю вот люди катаются вон на лодках красота мы едем другой дорогой поэтому о блять ну че что проезжаем Астафьево улица Троицкая здесь через всю Астафьево идет в основном яблок полно в этом году урожая будет они же прямо через забор распахнут насколько их много ну и яблочный спас ведь не за горами 19 19 августа преображение господне яблочный спас а 14 медовый если кто забыл или не знал да яблок в этом году много будет так это у нас Астафьево ЖК только с другой стороны здесь лифт я не знаю здесь вообще-то аэропорт Астафьево конечно а вот это чуть я не помню было или нет по-моему было все таки что написано комплекс оставь его а вот аэропорт слева слева сейчас вот еду думаю ведь было время я туда пешком из города ходил каждый день туда-обратно да было это в девяностых да и позже тоже приходилось построили храм здесь вот справа вон во всю будку написано храм открыт с дороги издалека видно сейчас не помню во славу Александра Невского не помню недавно здесь был закладной крест стоял вот написано было по-моему Александра Невского а вот написано сейчас узнаем строительство храма но он еще не закончен в честь будет входить собор в честь а в который будет входить комплекс даже да Александра Невского на пятьсот прихожан одноименный военно-патриотец спортивного здравоохранения будут заниматься ваши дети да помните слова Александра Невского оно кстати и в Евангелии написано кто к нам с мечом придет от меча и погибнет он просто процитировал слова света в Евангелии вознесший меч меч мечом посечен будет эти же слова еще тогда сказал преподобный Серафим Саровский чудотворец когда на него искушения были его когда избили у себя в келье вот а он с топориком был так в житии тоже написано вот видите все как взаимосвязано ну а мы едем дальше заехал я все-таки думаю дай-ка сверну ни разу здесь за всю жизнь не был парк в гарнизоне да гарнизон там смотрю спортплощадка какая-то жилой поселок такого типа городского вот он принадлежал насколько я понимаю знаю к аэропорту Астафьево который сам в свое время принадлежал к северной морской авиации да вот теннисные здесь футбольная площадка все здесь вот здесь влево жилые хотя даже не знаю что это такое там не поеду то мне на карте осталось всего пять минут надо завершить маршрут и закончить это видео все же какой сегодня замечательный день блин вот сейчас под вечер такая погода просто вообще класс я еду не спеша так че я видите все у нас уже кое-где желтые листочки а на югах еще месяца три наверное блин еще сезон о и у нас сто тридцатые звелки сто пятьдесят пятый вернее сто тридцатый сто пятьдесят пятый квадратный кузов работают нормально ну вот добрался я потихонечку не спеша до города тут осталось всего чуть-чуть видите какой сегодня день ну что ж друзья я в городе заканчиваем наш сегодняшний маршрут вот наши сегодня велопрогулочки такой по окрестностям побывали на пруду посмотрели достопримечательности и отсюда с площади города Щербинка говорим до свидания и до будущих встреч на туристических маршрутах сегодня 6 августа 2022 года фильм выйдет ну довольно скоро просто соединю и все так что все вам самого наилучшего до свидания до будущих видео до будущих видео Продолжение следует...